Мир всем! Продолжение следует... 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 Аминь... Аминь... Продолжение следует... 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 человеческой были богопротивными, и через них сатана устроил свое царство на земле. Богохульные имена древних царств указывают особенно на их идолопоклонство, обоготворение их царей и нечестие. Но всех их превзойдет богохульство седьмого царя Антихриста, ибо он будет противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Вторая глава, четвертый стих. Он придет во имя свое, Иоанна 5, 43, имя мерзкое и богохульное. Вопросы? Игнать Тихонович, у меня такой вопрос. Вот последняя цитата, 2 Фессалоникийсам 2, 4. Еще раз его прочитаю. Об антихристе речь идет противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. У меня вопрос, почему сказано называемого Богом, а не просто выше Бога? А называемого Богом. Ну, известно, что Богом сегодня Аллаха называют, Будду Богом называют. Здесь Богом с большой буквы и как-то... Называемое означает то, что в народах всегда были Боги, князья. Вы Боги, но все вы умрете, говорит псалмопевец Давид. Люди привыкли к этому, принимают. И вот приезжал ко мне немец один из Германии и говорит, а вы знаете, что у них написано было на бляхах? Я говорю, Гот Метунс, с нами Бог. И какой Бог? Я говорю, Творец, ничуть не бывало. Бог это Гитлер. И они так и верили. И выше всех, какие были правители до него, он вознесется выше. А если в храме сядет, как Бог, выдавая себя за Бога, уже не выше. То есть тогда приравняется к Всевышнему, который сотворил мир. О чем 2 Фессалоникийцам 2 глава. Ну, да. Ваше толкование понятно в том случае, если бы Богом было с маленькой. Гитлер же это Бог не с большой буквы, а Боги. Все вы Боги, Боги с маленькой. А здесь называемого, а Богом с большой буквы. Ну, что ж, Бога нельзя. Называли под этим именем. Они приравнивались к этому, но таковыми не являлись. Понял теперь, да. Он и выше Гитлера себя возомнит, и выше самого Господа. Понятно тогда теперь. Что-то называемого Богом или Святынью. То есть он и Святыни будет подбирать. Как сегодня подбирают священные изобразления. Для нас, православных, это Святыня. И когда протестант называет их идолом, приносят жертвы идолам, приносят бесам. Конечно, нам это внутри в нас дух противится. Другое дело, когда сами православные, в кавычках, из икон сделали идолов. Мы считаем об этом. Нехуштан, да, посмотрели на него, на змея медного, исцеляли. А потом назвали его Нехуштан, и уже ему жертвы поносили, как идолу, а не как средство, с помощью которого Бог исцелял. Про Бога-то забыли там. Так у нас там, котелочки всякие, канавки, матронушки, а о Христе-то речи нет. Перегиб такой, чтобы этого не было. Это нужно понимать. Где святыня, а где святыню из святыни делают идола. По неведению, может быть. И где именно вот богохульство, когда святыню называют идолом тоже. А написано, не делай никакого изображения. В 20-й главе, в 25-й главе написано, сделай изображение. Сделай святыню. И Господь входил в храм, где потолка до пола были священные изображения. Еще вопросы по этому стиху? Нет, идем дальше. А может, здесь имеется в виду названия Божьи какие? Потому что как-то что-то не пляшет здесь. Как это? С большой буквы, во-первых, называемого Богом. То есть то, что Бог назвал здесь, на земле, какие-то названы Богом. Или святыню. А потом уже сядет в Божьем храме. То есть здесь, при чем здесь Гитлер? Что непонятно. Но... Какие-то названия, то есть названия, может, я не знаю, чего название это может быть на земле. От Бога, которое название от Бога там. Может, какие-то храмы называют... Тогда было бы написано «выше всего названного Богом», а не «называемого Богом». Бог названное было бы названно «называемого Богом». То есть выше Бога восстанет. И сам он... Это вот «называемого Богом» словосочетание, да, нужно понимать, что не каждый, называющий себя Богом, есть Бог. Ну, мусульмане верят, и для них Бог Аллах. А мы знаем, что это не Бог. И Гитлера Богом называли, и Ленина обожествляли, и везде его, и Сталина. Это культ личности, культ. Что такое культ? Есть божество. Вот. А то, что там Бог кого-то называл на святыне... Говорил там, где... где я? Между двумя херувимами. Херувима — это вот... понятно, святыня. Бог говорит, «Я там буду». В храме Божьем. И сам антихлик туда заберется, в храм Божьем. Идем дальше. Откровение 13.2. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Толкование. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя. Пасть у него, как у льва. Таков внешний вид зверя. Это перекликается сведением четырех животных к пророкам Даниила». 7 глава 3-6 стих. «Львом обозначается Вавилонское царство, Халдефу, величие и царство. Медведь — царство персидское, его ужас, сила и упорство. Барс или рысь в славянском переводе, царство Александра Македонского, его стремительность и хищность. Четвертый зверю Даниила означает римского царя, который разрушил все предыдущие царства и создал свою великую империю». Римский кесарь, особенно Нерон, вообще прообраз антихриста. И то, что зверь антихрист имеет здесь в себе черты и барса, и медведи, и льва означает, он будет в себе содержать всю силу и мерзость всех предыдущих цар, превзойдет их и покорит их. Сам антихрист — человек, и всю эту силу и власть он будет иметь не от себя, но дал ему дракон, сатана, силу свою, и престол свой, и великую власть. Все это он будет иметь от дьявола, как его наместник на земле. Силу свою дьявольскую — это те природные силы и свойства, которые дьявол имеет как ангел и бывшее, высшее Божье создание. Престол свой — это весь мир, ибо он князь мира сего, и великую власть, которую он имеет над миром. На кресте Христос лишил дьявола престола и власти, но в кончину века, а на краткое время он снова дается ему, и дьявол все это передаст антихристу, и через него будет действовать. Вопросы? Вот когда читаешь об этих природных силах и свойствах дьявольского вот этого, представляешь эти масонские ложи, вот эти вот ихни... чем они? Сатанинские вот эти сборища, секты сатанинские, чем они делают? там, шерпу у детей приносят. Понимаете, о чем речь? Мерзости всякие творятся, понимаете? Они и сегодня есть, эти сатанинские поклоняющиеся сатане. А это, представьте, будет человек, сатанист, вот, и все, все царство, и все это охватит за это нервничество, и каково будет нам, христианам, смотреть на все это, какая скорбь все будет. Вот. Когда родные, близкие, родственники пойдут и поклонятся этому зверю, и станут ему поклоняться и приносить жертву. Скажите мне вопрос. Можем вопрос? Вот, как относиться к мощам святых? Стоит ли к ним прикладываться? Игнат Тихонович? Заня. Вопрос, стоит ли преклоняться, прикладываться к мощам святых? Вопрос такой. Стоит. Спасибо за ответ. Аллилуйя. Мы из Писания знаем, что и тень Петра осеняла, люди исцелялись и к поясу прикасались. Вещи святых имеют в себе вещи. И плащаница Господа Иисуса Христа тоже святырина. По вашей вере да будет вам. Люди в это верили, специально выходили, добыть тень Петра. Тень, даже не вечно тень. А тут мощи человек. Это его, это его сделать. По вере люди исцеляют. И в Писании знаем, что там в гости мертвого святого прикосновения человек оживал. все господи. Но делать опять же из мощей идолов, так же, как он делал из медного измерения не стоит. То есть, нужно понимать, это святой угодник Божий, Божий. Не он Бог, не он Божок, а Бог ему дал Иисус Христос чудодейственную силу исцеления. Я живой пример перед вами. Я прочитал житие целителя Пантелимона, когда у меня была смертная болезнь, онкология, рак. И у меня врачи разводили руками, у них такое сомнение было в моем исцелении. Я прочитал житие целителя Пантелимона, поверил, поверил, что ему Богом был дан дар исцелять смертные болезни. За то, что он отца язычника обратил христианскую веру. Я не стал и мощей его искать, и не прикладывался. Я, веря в это, просто зайдя в храм Божий, увидел его икону, узнал его, потому что на книжечке «Житие святых» была она дома у мамы. Вот. Я увидел и стал его молить. веря, что у него такой дар и получил исцеление, поверить. Целитель меня Пантелимон исцелил, но и святой, но я понимал, что Бог ему дал дары, не сам он исцеляет. Бог. А сатана антихрист придет, он будет говорить, что я Бог, я Бог. и люди будут удивиться, а в первую очередь чему удивиться его могущество, кто может против него стать? Никто. То есть он захватит, то есть три царства он захватит, как захватит, ну, понятно, как, военными действиями, а остальные просто сдадутся под его пиццу, попокорятся, как, катаро-монгольская игота, и все, как то ему противостанет, не кто, и вот тысяча лет под иго была вот, а потом вот так, все, а здесь три с половиной года будет, потом Христос придет и сразит его мечом уст своих, мечом уст своих, тоже на это нужно обратить внимание, была великая империя, Советский Союз, держава, и ни Гитлер не мог ее победить, ни другие какие-то военные действия, Михаил Сергеевич Горбачев, мечом уст своих поразил империю, сказал два слова, гласность перестройка, все, империя разрушена, правда, вся мерзость вылетла наружу и все распалось, все это лживая империя на теории рая на земле без бога разрушена и разрушена также было и с римским римской империей. Откровение 13 глава 3-4 стих И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Толкование антихрист во всем будет подражать Христу и являть собой противоположность. Как Христос родился от евреев, от девы, так и он родится от евреев, и подражательно от девы, на самом же деле от жены скверной. Христос сказал о себе, был мертв и сежив во веки веков. Первая глава книги рану от мяча, 13 глава 3 и 14 стихи, исцеляется, как бы воскресает. Так он строит свое царство в противоположность царству Христа. Что же значит эта смертельная рана и исцеление, воскрешение от нее? Понимать ее можно двояко. Во-первых, здесь можно разуметь лже-чудо, которое совершит Антифис. Ибо он сам, либо один его из высших сановников, князей, будет умерщлен мечом, а потом воскрешен и исцелен от смертельной раны. Такое ложное воскрешение было некогда совершенно Симоном, волхвом, разначальником ересей и обличено первоверховным апостолом Петром. Подражание Христу Антихрист, чтобы увлечь за собой народы, совершит это лже-чудо и тем покажет якобы свою власть над жизнью и смертью. Совершит он это обманно, либо разыграв всеми доступными ему земными средствами такую цену, либо же привлечет к тому непосредственно силы преисподней. Во-вторых, мы видим, как в древности одно царство, устраяемое оно изменялось другим. Египет, Ассирия, Вавилон и так далее. Вот одна из голов шестая римская царство получает смертельную рану Христом Христовым. Татана связывается в бездну и его уже как бы нет. 17-я глава 8-й стих и 20-я глава 2-й стих гаснут идольские капища, всюду водружается крест, воцаряется Христос. Небесное царство невидимо и духовно сходит на землю и покоряет сердца народа. Но мир все-таки не пожелал принять этого Владыку. Свет во тьме светит и тьма не объяла его. Тогда смертельная рана нанесенная боговраждебной силе начинает исцеляться. Начинается отступление от христианства. 2-й фислонтийцам 2-3. Это и магометанство и эпоха возрождения. Происходит возрождение того, что умерло через христианство. Возрождается древняя языческая культура. И дальше следует бога отступничества, атеизм, нечестие, диктаторские режимы последнего времени. Все это предвестники будущего восстановления сатанинского татства на земле. А мир все более дряхлеет. Все, что люди строят, рушится. Люди постепенно теряют веру во все. Бога, царя, человека, самих себя, все кумиры и идеалы рушатся. Все более и более витает в умах многих ощущение близящейся катастрофы. Ныне человечество уже реально ощущает возможность своей гибели. И вот, когда разуверится во всем и опротивеет все, тогда придет антихрист со своей новой программой. Он скроет все противоречия, недостатки предыдущих обществ, социальных систем и культур и предложит свое идеальное общество. Его примут как спасителя. Его приход будет исцелением сатанинской раны. Выпускается сатана из бездны, исцеляется смертельная рана, нанесенная крестом Христовым. Снова устанавливается царство сатаны на земле в седьмой и последний раз, причем в невиданной прежде силе. Мнимо побеждается и тот тупик, который ввело себя богоотступническое человечество. Таким образом, рана, нанесенная зверю мечом в апокалипсисе, это изгнание сатаны из мира, Евангелие от Иоанна 12, 31, отсутствие его царства на земле, а ее исцеление это последнее освобождение сатаны и установление им своего царства в лице антихриста. Люди же воспримут это иначе. Видя ту пропасть, в которой они катятся, деятельность антихриста, они воспримут как воскрешение человечества от смертельной раны. и дивилась вся земля следя за зверя. Все средства массовой информации будут работать на него. Вся земля будет следить за действиями нововосшедшей звезды и видя все совершаемое удивиться. Тогда уже мало чем можно будет удивить людей, но тут будет девица вся земля. Это удивление перейдет в божественное поклонение и почитание антихриста и давшего ему власть дракону и поклонились дракону, который дал власть дверью. Так через антихриста сатана достигнет своей высшей и первоначальной цели почитания себя как Бога. Рок Исайя 14 глава 24 Частично этой цели сатана достигал первых шести идолопоклонических царств. Поклонение идолу есть поклонение бесам 1 Коринфянам 10 20 потом христианство уничтожило это поклонение в этом плане магометанство безбожие и прочее не есть поклонение сатане ибо они не чтут его и не поклоняют атеист не веруя ни в Бога ни в сатану не поклонится ни тому ни другому поэтому атеизм будучи послушным орудием сатаны не может быть для него самоцелью атеизм временное явление находящееся между поклонением Богу и поклонением сатане современный атеизм возник фактически во Франции в 18 веке так называемую эпоху просвещения атеизм уничтожает поклонение Богу а потом сам будет уничтожен и начнется поклонение сатане атеизм это нуль при переходе от плюса богопочитания к минусу культу сатаны но вот рана исцелела и начинается уже не прикровенное а явное поклонение сатане как Богу в антихристовом царстве не лишается божеского поклонения и сам антихрист поклонившись дракону сатане который дал власть зверю антихристу люди и поклонились зверю говоря кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним он несравним бесподобен и всесилен все бывшие до него все равно что детская игра в сравнении с ним так воскликнут люди а смеяно будет все бывшие ранее все религии культуры социальные системы и воинские силы люди будут думать что достигли высшего прекраснейшего и навеки нерушимого 20 век особенно продвинул людей в этом плане вопросы вот подобная идея коммунизма не так давно рай на земле без бога прикровенное конечно было а сейчас такое время интересное коммунисты смотришь и перекресятся и все явного богоборства перекрасили сразу храмы стали полиции все так интересно времена перед бурей датаил чтобы вот так вот открыто и даже представить себе невозможно что бого богохуя вопросов нет по этому толкованию так то вроде все понятно вопрос в церковь нужно ходить часто или редко вопросы не по толкованию нас принято задавать последние полчаса ясно минут потерпите пожалуйста сейчас вопросы только по прочитанным понятно идем дальше откровение тринадцатая глава пятый стих и даны были ему устах говорящие гордо и богохульно и дана ему власть действовать сорок два месяца толкованием это совпадет с видением Даниила в роге зверя были глаза как бы глаза человеческие и уста говорящие высокомерно и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего рог Даниил 7 глава 8 25 стихи о том же пишет и апостол противящийся и превозносящийся выше всего называемого богом или святынею так что в храме божием сядет он как бог выдавая себя за бога роге с лампетейцем 2 4 и даны то есть антихрист не своей силой достигнет этого но и слова и действия его даны попущены богом что бог дает разрешает ему сделать то он и делает большего же чем попущено богом он совершить не может и вот уста данные человеку для прославления бога говорят гордо и богохульно гордость первый грех сатаны гордость будет и последним его грехом он начал грешить тем что захотел быть как бог тем же он согрешит последний раз от гордости родились все грехи в ней же они все и завершаются усугубление греха антихриста еще в том что он будет не только говорить но и действовать и словами и действиями будет хулить бога но дано ему будет это делать только краткий срок два месяца или три с половиной года смотри 11 глава 23 стих 12 глава 6 и 14 42 42 краткий 40 память он и это микрофончик цвятые отцы все разумеют буквально срок три с половиной года а не определенный промежуток времени при ирине леонский блаженный и ироним андрей кисариский так считали что это реально три с половиной года 42 месяца еще говорится времени времен и полувремени времени это год времен это три года полувремени это полгода три с половиной года вопросы вот но примеры истории было ли правители которые открыто говорили богохульно вот Хрущев Никита заявлял что в каком-то году последнего попа повесить на дереве может быть помните такое было богохульство это конечно богохульство и мракобесами называли людей верующих всякие карикатуры картинки усмеивали ролик вывешивали черно-белый судили баптистов за веру интересно недавно в столетские времена менялись не верили не в платочках сидят забитые диктор говорит что прости это мракобесие пока женщины идут впущенные волосами цветущие радуются жизни вроде чего на себя это напустили дурь живите радуйтесь наслаждайтесь геш пей веселись и ваза умрет с описанием братья га мракобесие 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 читают это будет настолько сильная мощно пропаганда действительно все невозможно всем приехать в одну точку а вот по мобильнику поклонится и реально это произойдет понимает как и как будет проповедана евангелие по всей земле тоже понятно реально через интернет идем дальше откровение 13 6 и отверз он уста свои для хулы на бога чтобы хулить имя его и жилища его и живущих на небе толкование выдавая себя за бога антихрист будет уничтожать и хулить все что люди прежде почитали за божественное и святое и отверз он уста свои для хулы на бога бесстыдству и нечестью антихриста нет предела его ничто не останавливает его он отверзает свои уста даже для хулы на бога и извергает тройную хулу чтобы пулить первое имя его второе жилище его и и третье живущих на небе первым объектом хулы для антихристов будет и святое великое и страшное имя божие а похулившего самого бога ничто уже не остановит чтобы хулить и все божие жилище его это небо как мы и молимся отче наш пущий на небеса и 6 9 никогда сатана и ангелы были свернуты с неба и теперь в ярости хулят него с другой стороны земной наш дом это хижина второе коринфянам 5 1 жилище это тело в котором обитал бог тело сына человеческого как и сказано что в нем во христе обитает вся полнота божества и лесно огосянам 29 так антихрист утверждая себя богом будет пулить христа сына человеческого далее цитата 1 ана 2 22 кто лжец если не тот кто отвергает что иисус есть христос это антихрист отвергающий отца и сына похулив христа он себя выдает за христа горе тем кто все еще ждет на землю христа для спасения они дождутся антихриста и примут его и и похулить также живущих на небе святые не от мирные ангельские силы и духи праведников достигших совершенства дивен бог во святых своих а потому хулящий бога будет курить его святых протестантизм отвергнув почитание святых а иных святых и осмеивая положил этому начало безбожие уже открыто и резко порочит святых антихрист тоже будет их хулить значит не дают они ему покоя и святые молите бога о нас так мы прикровенно видим здесь у антихриста на всю пресвятую троицу улана имя его это плана улана жилище это плана сына улана святых это пула на святого духа ибо святые помазаны духом им живут и освящаются вопрос откровение 13 7 и дано было ему вести войну со святыми и победить их и дана была ему власть на всяким коленом и народом и языком и племенем толкование и дано было ему вести войну со святыми и победить их война со святыми христианами велась во все времена страданиях и гонениях рождалась церковь первые христиане и были первыми мучениками вели войну с христианами и варвары и мусульмане и безбожьи но никогда не удавалось их победить всемогущая десница божия всегда спасала свой народ антихристу же будет дано то есть не своею силой опухучением божиим победите но и эта победа будет внешней призрачной церковь будет исторнута из общества но не из сердец истинно верующих которые и в то время останутся в пустынных и местах сейчас нам говорят что религия исчезнет из общества что они правы эта победа будет одержана сатаной и и об этом возвещено в писании но ужасен будет конец победителей и славен венец побежденных и вот когда будет взят от среды удерживающий теперь то есть дух святой отступится от среды людей и останется уже только в избранных тогда откроется беззаконник 2 фессалоникий со 2 глава 7 8 стих и да на была ему власть всяким коленом и народом и языком и племени то есть после своей победы над христианами антихрист получит всемирное владычество это не означает что вся земля будет представлять собой одно государство но все государства и народы будут подчинены его верховной власти антихрист не заметит или не захочет заметить что все это лишь дано и припишет все это своей силе власть и мудрости потребует себе божеского поклонения и добьется своего вопроса написано что церковь будет исторгнута из общества исторгнута то есть это явно видно что это же не будет какая-то патриархия там то есть это будет исторгнута патриархия останется все вот эти сейчас официальные там структуры так званые как учреждения там или как они останутся они будут при антихристе а истинная церковь будет исторгаться то есть поодиночке где-то общины это где-то что-то будет господь убирать будет и это будет уже то ли катакомбы то ли какие-то может домовые церкви это такое наверно будет не ну уже же были такие попытки при советском власть храмы рушили и сажали понимаешь нобели в булаге понимаешь верующие вот живой пример перед нами распространение архипелаг булаг мучился в фильме человек торгали то есть инакомыслящих политическая статья человек ничего противозаконного не делал не убивал и воровал не насиловал никого просто инакомыслил порочащий советскую власть и тогда будет власть антихристова и христиане будут порочить как бы с его точки зрения эту власть вот говоришь ты антихристы там родился от блуда и там ну все будут два пророка илья это будут будут проповедовать то истину ходить по земле а этот свою будет лоб будет проповедовать вот как там я думаю в его власть будет разрушить храмы упразднить все вот эти вот вот и ннн все сейчас отобери и ннн храмы и чё она все его закроют налоги не платят налогово отбери это уже власть сегодня дух то он действует заблокировали эту а истинные христиане да а которые не истинные христиане по истинные христиане какая разница где весом кланяться там или там они там можно я тоже скажу спасибо господи вот дело в том что а когда было по-другому вот в течение истории при византийских императорах нет церковь была то же самое та же самая церковь была как и сейчас при российских императорах или при царях нет при князьях нет никогда всегда была церковь такая церковь она хотя она и основывается на рукоположении но всегда рукоположенные люди которые там одну как стать администрация да вот эти люди они были только каким-то административным там ресурсом все в церкви в духовности они практически ничего никогда не решали нет потом лицо земли лицо церкви лицо государства всегда меняется если мы даже посмотрим 30 лет назад совершенно было другое лицо земли совершенно другие государства другие люди были а церковь была и врата да не одолеют ее там патриархия причем тут патриархия там или какая-нибудь другая структура эта структура человеческая а церковь она основана кровью крестовую и дух святый и охраняет и основывается это на рукоположение вот чем дело роман убеги в пустыню но без попов ты не в пустыне нигде ты сам по себе ты спастись не можешь понимаешь а какой бы там поп бы ни был вот он пусть там но самый неказистый пусть стукач пусть неверующий пусть там он служит там государства пусть у него там полторы извилины вообще он ничего и тем не менее на нем есть вот игнатий тихонович вот пример да был войтович абсолютно поп который не держал в жизни библии библии не держал который служил государству но он был священник он был рукоположенный он пришел в тюрьму и надо он пришел и причащал игнатия тихоновича вот потому что он может это делать потому что он священник а какой бы там ни был игнатий тихонович там благочестивый он бы другого человека причастить бы не мог вот и все а все вместе мы члены церкви это надо помнить спаси господи я конечно согласна и с тобой сергей павлович и с сергеем согласна то есть и но у меня еще дополнение что никогда у нас не было такого мирового порядка то есть не было такого тотального контроля то есть это за все за всю как сказать нашу эпоху за 2000 лет у нас первый раз такое то есть раньше такого не было то есть все вот и к этому идет если это мы как бы уже видим что это последние времена вот этот мировой порядок он уже нам о чем-то говорит что естественно значит мы должны к чему-то готовы мы прекрасно понимаем что значит антихрист очень хитрый очень хитрый и он будет бороться со всеми как ему прежде завоевать власть уже будет бороться а бороться как у него будет война естественно с кем со всем миром не только с христианами он же хочет завладеть все поэтому здесь конечно надо как бы тоже смотреть эту сторону то есть надо быть очень внимательными ну вот это вот первый раз мировой порядок у нас устанавливается первый раз за 2000 лет такого никогда не было вот тут евтушенко сергей дает комментарии в чате было крепостное право куда еще больше контроля куда еще больше крепостной тут все вот тут обложили так обложили контролю было такое это сравнение огурцов с помидорами контроль это боятся если человек верующий и он верит то что бог вездесущий вот так ему молится тущий на небесах не был верим в этот контроль и чего боятся а бабушка которая там допустим считает православным у него иконка в пост а сметанки захотелось она иконочкой закрыла чтобы боженька не видел сметанки поела потом открыла такая вера у людей еще бывает когда с иконы смотрится это тотальный контроль а я его за наветочкой закрыл и он начнет его видеть и страшен тотальный контроль прежде всего будет для воров для для убийц и и скажут мир и безопасность понимаешь можно торговать свободно никто там тебя не ограбит там на трассе не остановят понимаешь явился в порядок мир и безопасность будет вдохнуть понимаешь потому что ну как ну у тебя сфотографировали отпечатки все ты везде как бы ты только зайдешь что-нибудь возьмешь вот сейчас зайди во везде видеокамеры попробуй зайди в магазин и возьми пал колпасы положи в карман и выйди может получится может не получится а при антихристе точно такие приборы свежения будет это то он все сделать и люди будут удивиться вот это да вот это здорово вот это вот он вот это вот он то он то будет все себе приписывать а давайте ему будет власть сатана палыч давай смотри америка там чипируется полным ходом то есть и это уже все то есть тело принял чип кто принял тело там вот показывает по телевизору это все рекламируют буквально он уже никуда не скроется это как будто симка везде везде у нас антенны стоят и ты с телефоном то есть я излучатель если у тебя везде показывать и антенна полная так и человек этот чипом он везде будет когда на тарелке то есть здесь понятно что верующего церковь будет исторгнутой из общества то есть верующие не примут этот чип который будет вживляться в тело это ясно потому что это это никак не скрыться то есть никуда не уйдет из общества никто никуда не сможет уйти если он примет этот чип в тело сначала он не в теле а потом да сможет как уйдешь ты если ты везде будешь на на связи номер твоего чипа номер твоего чипа показался и все ну найдут тебя голову отрежут в рай попал да не попадешь туда потому что священник конкретно говорит священописание что кто получит вот это начертание тут и попадет никуда будет пить виной ярости из чаши гнева нет но подожди вино ярости это тоже отрел отрекся от бога она то что чип принял нету там все наивно тип это обыкновенная флешка сергей время уходит по на одном месте топчетесь там у людей уже время пошло вопрос вопрос задаю можно принявший чип вот я щас задам вопрос романа принявший чип вот как в америке без отречения от христа они это дело если у них надежда на спасение или роман их осудил в пропасть погибли он судья праведный вопрос и найти кончила мы это уже десятки раз обсуждали там человек задавал вопрос другой отойдите от темы видишь за засвидетелся спорить не надо да никто не спорит можно вопрос я конкретно хочу задать по писанию где именно написано что начертание будет ставиться при вас после восстарения антихриста священном писании конкретно по эту тексту в этом третьем томе конкретно после антихриста наступает страшный суд вопрос неправильный при антихристе ставится а не после антихриста после воцарения оговорку шумо когда в оцареidad разговор был ну при антихристе при антихристе это широкий диапазон атихрист живет еще до воцарения, то есть он будет, я не знаю, сколько ему лет будет, когда он воцарится, может 50, да? То есть он 50 лет при нем, это что, 50 при нем, при нем это понятно. Только был разговор, что после воцарения он начнет ставить начертания. Где это написано? Роман, зачем ему до воцарения ставить чипы? Он хочет выдавать себя за Бога, чтобы поклонялись Ему как Богу. Осознанно люди восхваляли Его, прославляли за Его мудрость, за Его могущество. Как ты, интересно, сказал, зачем ему до воцарения ставить чипы? Ну, чипы сейчас уже ставят, при чем здесь до воцарения? Ты имеешь в виду начертания? Чипы связываешь с антихристом. Ну, ты сказал чипы, я говорю, начертания ты имеешь в виду? Ну, начертания, ну. Начертания будет ставиться после воцарения Его, да? Да. А зачем ему до-то ставить? Где, написано где, ты откуда это взял-то? Ты мне вот это скажи. А нет, ну ты скажи, а ты откуда взял, я спрашиваю, зачем ему до-делать, до воцарения эти печати ставить? Ну, ты, ну вот, дело в том, что разговоры были, я почему? Ты наложил там эпидемию за начертания мне? Ну, я выдержал. У меня вопрос конкретный, конкретный вопрос. Говорилось это между нами, что после воцарения антихриста он будет ставить начертания. По тексту вы не можете мне ничего сказать, конкретно, не можете. То есть ты веришь, что он будет делать начертания до? Я тебе спрашиваю, зачем? Причем веришь? Я не верю, я вижу, я читаю описание, при чем здесь веришь? Я тебе говорю описание, вот, текст. Писание ни до, ни после не написано. Ну, это кто-то как читает. Я не знаю, какое у вас описание, у меня конкретно написано. Хорошо, где ты читаешь, что начертание будет до воцарения? Так, давай, я можно прочитать пару минут? Начертание будет ставить не антихрист, начертание будет ставить лжепророк, предтечь антихриста. Лжепророк. Конкретно Писание об этом говорит. Читаю. Так. И увидел я другого зверя. Вот по толкованию святых отцов, Андрея Кисарийского, Иринея Леонского, ну, еще там других. То есть, это по ихнему толкованию. То есть, дракон это сатана. Можете даже взять карандаш, написать, нафиксировать такую схемку. Дракон это сатана. Первый зверь, первый зверь, выходящий из воды, это антихрист. Второй зверь, выходящий из земли, это лжепророк. Я читаю о втором звере. Лжепророк. Второй. Хорошо. Я читаю. Хорошо, я тебя услышал. Хорошо. Лжепророк будет ставить начертание. Ты считаешь, что он сейчас, этот лжепророк, ставит начертание, и он пророчествует об антихристе. Вот смотри. Хорошо. Перед Христом был пророк Иоанн Креститель. Ты в это веришь? Конечно, он готовил к приходу. Хорошо. Он тоже, якобы, так же, как и этот лжепророк, ставил начертание, то есть он крестил. Да, да, да. Совершенно верно. Он крестил людей. Его крещение, начертание, если так вот приносить, он же дьявол, обезьяна, Бога. Крещение Иоанна Крестителя, оно действительно? Конечно, действительно. А зачем тогда крещение Христово? Это другое крещение. Зачем, если то действительно? Ну, как зачем? Он сказал, что я крещу вас водой, а тот, кто идет за мной, будет крестить огнем, святым духом и огнем. Хорошо. Тогда где вот это... А причем, нет, подожди, подожди. Ты куда? Где, пожалуйста, ты уходишь? Нет, теперь подожди ты, подожди. Ну, ты перебил, во-первых. Я хотел тебе прочитать, что будет ставить лжепророк, а не антихрист. Конкретно в Писании говорит. Почему ты не даешь прочитать? Я читаю по Писанию, ты не знал, я хочу тебе прочитать, а ты сейчас перебиваешь. Это неправильно. Перебиваешься ты. Я там мысль высказываю, ты не хочешь ее... Ну, давайте, может, спросим еще у кого-то. Ну, это тоже, Палыч, знаешь, тебе не нравится, а я тебе там эти пяти вью наложу. Ну, может, спроси, может, кому-то хочется услышать. Это конкретные... Но ты прочитал, что я же не отрицаю, что лжепророк будет ставить начертание. Хорошо, допустим, по-твоему, лжепророк сейчас пришел и ставит начертание. И оно действительно, по твоему утверждению, и человек с этим начертанием пойдет в ад. Так и не только начертание. Этого нет, Роман. Так же... Смотри, он сделал... Вот это лжепророк, конкретно. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Кстати, вот это главное тоже слова. Не покупать, ни продавать. Не покупать, ни продавать. Надо себе тоже... Запишите себе. Не покупать, ни продавать. Потому что... Как будто опускают эти слова. Почему они здесь конкретно в этом тексте приведены? Я тебе объясню сейчас. человек с печати в Америке, он и продает, и покупает. С чего ты взял, что эта печать уже пророк? Без которого нельзя будет ни покупать, ни продавать. То есть, у кого нет этого... То есть, это не печать. Печать. А сейчас они с этим чипом и продают, и покупают. Значит, это не то, не сходится уже. Ты споришь. Ты натягиваешь. Ты споришь, ты не даешь даже слова сказать. То есть, ты споришь? Конкретно. Это ты споришь. Я до 13 главы подождал, смиренно, хотя ты незаконно вообще меня запретил. Сейчас берешь и споришь. А ты со мной споришь? Я говорю, с чипами в Америке продают и покупают? Отвечай. Молчит. Ну, настанет еще такое время, без которого, без того знамения не будут покупать и продавать. Я дальше читаю. Еще. Так, не будет покупать и продавать. То есть, смысл в чем? То есть, это важный атрибут. То есть, без него, это... Здесь не говорится об отречении, пока ничего не говорится. Говорится, что просто с начертанием будут покупать, и продавать. Без начертания не смогут куплю-продажу творить. Понимаешь, в чем дело? Здесь указывает явно на мамону. Господь сказал, нельзя служить Богу и мамоне. То есть, здесь будет так. И не будет. Это все... Вот я это слышу, священников многие, там, епископы, они все проповедуют с кафедрой, и с амвона, что нужно будет добровольное отречение от Христа. Здесь этого нет написано. Здесь этого нет написано. Конкретно говорится, что мамона, то есть мамона, вся эта система мамоническая, будет сказать, ты хочешь покупать, продавать, жить хорошо, то есть, ты хочешь быть успешным, тебе надо вот это начертание принять, вот как будет все поднесено. Сатана не работает прямую, тупую так, вот отвлекайся или бери на читание. Это все для, как ребенка. Он будет говорить, ты хочешь, вот ты соглашаешься с этим, то есть, тебе хочется жить хорошо, вот приними вот это начертание, все, и будешь ты покупать, продавать, и будет все хорошо. Дальше. Да если бы так было все просто. Ему нужно встать вместо Бога, опорочить Христа. Ничего, если это с хипами, это он не сделает. Кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, не только начертание, или имя зверя еще, здесь не говорится еще, об имени зверя, кто имеет тоже, или число имени его, то есть, три пункта, понимаешь, три. Так, у тебя уже очень много времени, давай другим дадим слово, то есть, вот твой вопрос задан, а я на него ответил, давай других каких-нибудь, ребят. Ну, почему-то кто-то другой говорит, по полчаса, да ему можно, а мне нельзя. Ну, я вас понял. Правду нельзя говорить. Да потому что ты неправду говоришь. Я тебя поэтому останавливаю. Какую ты правду говоришь? с чипами продают и покупают в Америке. Ты утверждаешь, что это чип уже пророков, что это начертание, это неправда. Ты сказал, что наличку выводят из оборота, наличку, и здесь даже видно, постепенно выводят. Ее не будет, и все. У кого и чип тут будет покупать, потому что деньги на чип, а у тебя наличных денег не будет. ты пойдешь получать чип, захочешь торговать, покупать, продавать. Ну, это ты пойдешь. Это все, это все ясно, то есть здесь понятно, можно открыто. Сергей Малыч, Сергей Малыч, можно? Мир вам брать. Роман, вот как раз насчет налички, ты говоришь насчет налички, если ты немножко в финансовой системе разберешься, то ты поймешь, что деньги, как таковые, уже давно из оборота вывели. Деньги, ценность, как таковая, например, золото, или прямая ценность, человек давно уже ими не обменивается. Обменивается. Обменивается условными знаками, которые нам выпустило государство, бумажками. А сама ценность находится у государства. Ну, и теперь у нас была одна условность бумажка, а теперь бумажку в электронный вид перевели. В чем разница? Денег-то уже давно нету, налички, как в таком понимании, как она раньше была, например, серебряная монета, она имела ценность. Бумажка не имеет ценности, это условная ценность. То есть у нас одна условность на другую поменялась, и ты уже испугался. Это и условность, одна на другую. все, я больше не буду говорить спаси Христов. Да, я полностью. Наличный и безналичный расчет уже существует более трех с половиной лет. Значит, это не антихрист придумал. Ну, сейчас, когда не будет налички, потому что все, ну, там все ясно и понятно, смотри, все переходит на карточки. То есть это атрибут. Атрибут, понимаешь? Вот, я пользуюсь пока наличкой, пока я имею возможность. Но, если ее выведут, выведут с оборота, выведут вообще, то есть, то есть, будет вывод, я стану перед выбором. Я тебе еще раз объясню. Можно? Подожди. Да не объясняй это, я понял тебя. Не надо, я понял. Я тебе хочу сказать, что... Не будет даже этого. Налички не будет. Понял? Роман, брат, ты вот пользуешься так называемой наличкой, это уже давным-давно карточка. Карточка, только бумажная. Карточка от царя, батюшки, от президента. Карточка, что ты владеешь вот с такой-то суммой. Что ты владеешь. это карточка, то есть, она просто бумажная. А теперь тебе дадут электронную. И какая разница-то? У тебя налички не было и нет, и не будет. Наличка была сто лет назад, когда пользовались железом, там, этими, медью, золотом настоящим. А сейчас это не наличка, это безналичка, это бумажка. Ну подожди, Василий. Ты же на деньги посмотри, на деньги посмотри, что там написано. Написано билет банка России. Внимательно. И ты поймешь, что такое... Это просто замена. Это замена. Марина Сергеева хочет... Тебе уже давно заменили. Я отвечу просто Василию. Просто это, Василий, сколько мы бумажными деньгами давно уже пользуемся, понимаешь? Давно. То есть, это не может быть именно вот это начертание. Ты хочешь сказать, что бумажка это начертание, что ли? Оно будет вот сейчас близко уже, когда не будет этих наших бумажных денег. Вот, близко уже к приходу Антихриста оно будет. И как раз вот сейчас, вот смотри, вот сейчас следующий мировой паспорт, карточка, называется там что-то мир или УЭФ, универсальная электронная карточка, на которой будут сосредоточены тоже и деньги, финансы. То есть, это будет и паспорт, и финансы, и права там, и все документы, страховые там, полисы, вот это все будет. То есть, вот оно. Вот этот паспорт, который Игнатия Тихоновича, это край пропасти. То есть, Игнатий Тихонович стоит на краю пропасть. Это не начертание, но он стоит у самого края. Да у самого края ты уже стоишь давно. Да людям так же казалось, когда тебя как... Брать, а мне можно потом, ладно? Нет, сейчас слово Марине Сергеевне, давно. Ну, после нее, хорошо? Я просто хочу дополнить Василию. Дело-то в том, что я, допустим, пользуюсь сберегательной книжкой. У меня наличка. У меня есть и карточка сберегательная книжка. Но я пользуюсь... Но сейчас еще есть в обороте деньги. Но Роман говорит о том, что денег, налички не будет, и все к этому идет. Вот о чем Роман говорит. То есть, вы должны услышать, что он говорит. Да мы в это верим. Потому что описание про это говорит. Мы же не говорим, что наличка будет всегда. Да их не будет. Сергей, можно еще раз объясню? А можно я все-таки объясню? Потому что... Люди, которые верят, что наличка есть, налички не будет. Я хочу до Вас донести. Налички уже нет больше ста лет. Почти что. Да ерунда это все. Все в гости сезли золотые деньги. А то, что мы пользуемся и подразумеваем как наличку, это уже без наличка. Наличка золота лежит в государстве. Нам дают условную запись об этом. кусочек записи. То же самое. А теперь запись перенесли в электронный вид. На компьютере ее напечатали, что у тебя не столько-то денег, ну там эквивалентов золота, грамма, а вот в электронном виде написали, и все, и все вскипятились. Да вы уже сто лет как не пользуетесь наличкой, это и что теперь? И что теперь? Все. Можно? Да, Сергей, давай. Я очень долго ждал, терпел. Покороче. В общем, послушайте сюда. Вот вернемся к 13 главе, да? Почему? Вот и дано было вложить дух в образ зверя, то есть, чтобы образ зверя, образ это икона, да? Образ. И говорил, действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться иконе зверя, образ зверя. Вот. Потом. И сделал он, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам, то есть, рабы, что они могут? Они ничего не могут, они вообще свободы, они не располагают, ничем, ничем не владеют. Будет положено начертание на руку или на чело, на лоб. И так далее. Все. Что это за начертание? Что они антихристовы, что они принадлежат антихристу. Вот. И они без этого уже ничего не могут сделать. И это будет добровольно. Сначала будет обольщение, чудесами, а потом уже все. Либо ты принимаешь добровольно, либо нет. И тебе, как уже, как говорится, действительно печать уже, начертание на руку и на чело. Это то, что касается. И дано всем. Уже никто не может там. Какого ты бы статус не занимал, если ты до этого был рабом? Ты не имел свободы воли. То ты и так не будешь ее иметь. И вот здесь вот люди спотыкаются. Им кажется, что вот это делается помимо воли человека. Нет. Не помимо воли человека. Человеческая воля должна присутствовать при том, чтобы человек добровольно принял. Абсолютно прав. На чертах. Абсолютно я прав. Ты прав. Я согласен. Конечно. Кроме того, что касается денег, что касается денег, да, с 1913 года, после того, как была вот эта вот, введена система денежная, Мало того, сейчас, вот, как там, Василий говорит, подтверждено золотом, якобы за деньгами. Ничем не подтверждено. Просто бумажки напечатанные. А сейчас не бумажки, а даже нолики. Просто в компьютерах нолики. Стоят, и это, и это, как бы считается деньги. И печатает это федеральная резервная система в США. А Россия и другие страны, мы как вот, они просто печатают деньги, а мы, значит, что должны? Продать какой-то свой ресурс, нефть, газ, лес, чтобы потом на эти деньги, вот которые вот мы продали, доллары, напечатать свои деньги, российские. Вот какая система. А в США они ничем не подкреплены. Ни золотом, ни ничем, вообще ничем не подкреплены. Это просто нолики. Нолики. Они давно уже, да. Но тем не менее, это неправильно. И как бы вот, без нашей воли, я о чем говорю, без нашей воли, никогда, никогда, мы, никто нам ничего не поставит. Ты просто не будешь вкладываться в эту систему. Ты в эту систему не вкладываешься, и тебя будут убивать. Вот сейчас вот США строит свою систему. Россия в нее не вписывается. Нас пытаются уничтожить. Вот это будет во всем мире. Уже не будет ни государство пытаться уничтожить, а придется, чтобы отдельную личность будут уничтожать. Потому что не вписываешь это в эту систему. Никак. Ты не поклоняешься антихристу. Одну ремарочку можно? Для этого еще будет, есть время, понимаешь, пока среды не взят удерживающих теперь. И без тебя тебя никак не женят. Никак тебе не подсунут. Ни паспорт, не подсунут, Роман, не подсунут, не подсунут, ничего не подсунут. Тебя только могут подвести к этому, понимаешь, приучить к этому, как вот собаку Павлова, что вот ты привык, что вот, да, жить комфортно, что ты можешь рассчитываться, там, тебе удобно рассчитываться, там, карточка тебе рассчитывается. Но это еще, это не печать. Вот в чем дело. И паспорт не печать. А вот печать будет, когда ты уже чисто антихристов, принадлежишь антихристу, неважно. Ты будешь там президентом, но ты принадлежишь антихристу, потому что на тебе есть печать антихриста. Потому что ты добровольно выбрал ее. Вот и все. Совершенно верно. Вот это я хочу, что добавить твоему? Добровольные, то есть абсолютно добровольные и сознательные. Еще один момент скажу. Вот в толковании пишет там, святые отцы приводят, рабы. Так, раньше мы помним, ну, рабовладельческий строй. Откуда появлялись рабы? То есть это завоевание было, то есть завоевали какую-то территорию, людей взяли в рабы, рабы работают. Сначала их надо было сделать рабами, то есть или завоевать, или другой момент, когда человек за какие-то долги, даже описывается в Библии, там задолжал, да, ну и царь говорит, так, ну все, давай, жену продавайте, детей туда-сюда, то есть все, ты раб. Когда ты становишься рабом, тебе ставят клеймо. Сначала тебе клеймо никто не поставит, только тогда, когда ты станешь рабом. Здесь в чем суть? Когда ты соглашаешься с этими правилами Антихриста, ты принимаешь их. То есть ты соглашаешься с этой системой финансовой, это все привязано к деньгам, это мамона, братья. Надо вот конкретно мамона. Послушай сюда, брат Мамона, ты вот послушай сюда, что такое раб? Павел себя много раз называет рабом Христовым. Раб рабу рознь. Вот мы стремимся, почему быть рабами Христовыми? Почему раб? Потому что раб, он несет непосредственно, иногда, иногда, волю господина своего. То есть господин, он может на раба своего рассчитывать, как на самого себя, иногда. Понимаешь? А рабы, это не то, что вот ты, как учили тебя в школе, в четвертом, в пятом классе. Это не то. Рабская система, вот смотри, она, например, в США, она через образование преподается. Вот там сейчас люди, да, бады, да, плоть, они уже все являются рабами системы, потому что они по-другому не мыслят. Они рабы этой системы. На самом деле, вот убери там что-то и все. Мы, например, живущие в городе, вот нам воду отключи, свет отключи, газ отключи, и все. Мы рабы. Вот в чем дело. Рабство, оно бывает всякое, только смотри, раб ты чего? Вот, Роман, в чем дело. А то, что там было, рабство описывалось в античном мире, про это можно уже забыть. Сейчас другое рабство, другое лицо земли. Лицо земли меняется. Все, спаси Господь. Поэтому Господь нас предупреждал, что надо искать узок путь. То есть узок, это чеснота, где? Рапахать, в поте лица своего, кушать хлеб свой, без удобств, вот этих всех. Вот наш сейчас скорбный путь идет. Отказаться от цивилизации. Иначе никак. Иначе ты вынужден будешь, ты будешь чем рассчитываться за свои удобства, там в Питере ты живешь? Ты ничем, ты придется просто принять, и все. Ты в системе. На милость твою надеюсь, Господи, как говорится, да, когда да, на милость твою надеюсь, Господи. Но все равно, Господь, есть люди, которым Господь являлся, и он нашу свободу Господь не нарушает. И он сказал, я стою рядом. Господь сказал, я стою рядом, ваш выбор, вы делайте. То ли ты выбираешь или мамону, комфортную жизнь, купаться в деньгах, или ты выбираешь скорбный путь, идти за Господом. То есть ты должен сделать, если ты выбрал за Господом, тогда он будет тебя вести, и все, и ты уже, как бы, по накатной пошел. Уже увидишь, что, а если нет, если выбрал мамону, то это твой выбор, свободу Господь не нарушает. Подожди, Роман, нельзя же быть таким глупым человеком абсолютно. Вот смотри, одно дело, то, что мы пользуемся, ну, достижениями цивилизации, да, вот интернетом, телефоном, это одно. И совсем другое, мамона, это какое количество денег у меня, да, вот, в чем я там хожу, вот, как я одеваюсь, я могу жить в центре цивилизации, да, но иметь очень скромный достаток, и очень скромно, вот, вот, как сказать, очень, так сказать, ну, индифферентно относиться к деньгам, да, легко с ними расставаться, помогать бедным, а считать, что ты вот ушел от благ цивилизации, вот, хотя пользуешься интернетом, и у тебя нет ни копейки, и ты никому не можешь никогда ничем помочь, это, ну, хотя, конечно, о тебе это не говорится, ты людям очень помогаешь, об этом знают все, и за тебя молятся, вот, спасите я, Господи, но, понимаешь, без, не будь я машины, ты бы тоже не мог бы помочь людям, да, не будь там бензопилы, тоже бы не мог помочь, и так далее, понимаешь, Роман, поэтому, не совсем ты прав, не совсем. Вспомни Лота, Лота вспомни, помни Лота. Ну, и что? Господь его вывел, почему? Он вывел его из греха, потому что этот город должен быть уничтожен. Во, 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 так и будут вот это все, все города, вот эти мегаполисы будут уничтожены. Ну. Нью-Йорк, Москва, Питер, все уйдет, провалится, сквозь землю. посмотрим здесь. Поэтому Господь выводит, своих лотов Господь выводит. Ну, это выдумки твои, все, лот. Ваше дело. Спасибо, Господи. писание написано. Я вспомни, какой он был богатый, Иова, и какие претерпел он испытания. Книгу Иова возьми, перечитай. Ты говоришь, очень был богатый человек. Никого не переубеждаю, ваше дело. У вас есть свобода, братья. Служить Богу или Мамоне, это ваше дело. Мой Иов служил Богу или Мамоне? Да при том. Человек в системе просто будет, правильно, Роман? Человек в системе. Прошу прощения, Надежда, прошу прощения. Ты напомнил о Иове, да? Да. Напомнил, что в системе... А вот я, смотри, Иов не служил Мамоне. Почему? Потому что, когда Господь отобрал у него все, он был верен до конца. Понимаешь? Он до конца был верен. А у тебя еще ничего не отобрали, ты уже лапки кверху забрал. Ну, подожди, я пока свободнее себя чувствую, чем ты. Вот сейчас начнется, посмотрим, куда ты побежишь. Сюда ко мне побежишь, а куда ты побежишь? Потеряю-ка твоя дорога. Если прижму, ты все, побежи сюда. Так, у нас, братья, время, давайте помолимся. Подожди, ну вот Потеряевку ты говоришь. Помолимся и... Ну, потому что... Весь у него... Весь мир... Молимся, молимся. Достойно есть такого истину, вложить и тябу ворудницу, признавлаженную и пренепоручную, и матерь Бога нашего, честнейшую хирургим и славнейшую без сравнения серафим, без истерия Бога слова ручшую, сущую Богу и славнейшую и славнейшую все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сергей Павлович, ты не забыл, что тебе куда ехать ночью? Аминь. Сергей, ты не забыл, куда ехать тебе ночью? Забыл, конечно. Ничего себе. Благодарю, что нахожу. Да ты что? Ты в уме или нет? Забыл. Да ты мне 10 табличек вывешал дома. Я хотел сказать, напомнить, о чем сейчас разговаривали. У нас в Потеряевке храм называется во имя Святого Анфима Некомедийского. Это Ветхозаветнее, Павел говорит, был прообраз, образ будущих благ дает Господь. Почему все императоры старались покорить себе? И что? Через что не? Единственное, через что, не через денежную систему, вы совершенно не о том говорите. Через признание необходимости жертвы ему. Прямо перед жертвой стоит перед храмом жертвенник, треножник, рядом мясо лежит, курица, возьми и положи, и уходи. Все. Тебе дается справка, подтверждение, что ты принес жертву в честь императора. Христиан-то ведь никто бы не гнал, если бы они приняли это условие. Не деньги. Чего вы зациклились на деньгах нам, аммони-то? В римском пантеоне было около 500 божеств. 500. Им определенная ниша была. Ставьте свою статую Христа и молитесь. Но только во время праздника Юпитера приносится жертва Юпитеру и императору. А на это они не пошли. И только за то, чтобы взять рукой и положить кусок мяса, не вышло из храма. Это два раза сжигали. 32 тысячи. По тамошним временам это огромная цифра была. Огромная. Ни о каких деньгах речи императоры никогда не заводили. Воля заключалась в том, что ты принимаешь хотя бы наравне со Христом. Приноси жертву Христу. Вот кама грядеши, когда показывают, я тебе поставлю крест тут. Молись. Но и ты не забывай, что император еще приносить. А вот на это не шли. Поэтому, когда мы смотрим в каноны церковные, 719 правил, нет ни одного правила, где бы говорилось о том, что через деньги нас будут покупать. Нет этого. Через деньги они покупали бумагу христиане, что я принес жертву, а жертву приносил язычник. Два-три раза. Ну, это как на севере Лесков описывает, один и тот же крестился пять раз, вперед архиерея, заедет, другое село, и опять за это деньги давали. Речь идет о принесении жертвы. И это, что говорите, там, чип и проще. Это на 25 месте. Первое, об этом говорит Иприм Сирин, умом, запечатление, что ты принял его как Бога. И ты ему, я не знаю, но что-то будет такое, что будет подтверждено твоей жизнью, там, печатки, отпечатки, там, ты его принимаешь как Бога. И он-то зачем? Он выдает себя не добродетельным или худым, а именно поклонились как Богу. Мамони как раз. Поклонение Мамони. Четко говорит. Роман, я не рассказываю. Зачем так? Прошу прощения. Так, Сережа, тогда все, отключаемся. Видишь как? Если правда на вашей стороне, тогда не надо... У кого-то другое мнение, прошу остаться. У кого есть другие мнения, надо поговорить еще. По вашей стороне...